А я еще, вы знаете, почему пришла в лес так рано? Сегодня у нас 8 июля. Грибов как бы не предвидится, наверное, все-таки. Но есть такие грибы, называются трутовики, которые растут на деревьях, на коре деревьев вот таких больших. Наверное, знаете, слышали. И вот здесь эти грибы, если их возможно найти, и вот есть у меня одна знакомая такая девушка. Она знает место. К сожалению, она нам его не раскрыла, потому что, скорее всего, там этих трутовиков очень мало. Но там такие именно растут трутовики, которые называются куриный, по-моему, куриный трутовик. И вот она там постоянно, каждый год, в конце июня, в начале июля, она ходит в этот лес и собирает эти грибы, трутовики, вот куриное мясо, которое напоминают. Они такого ярко-желтого цвета. Вы знаете, это просто что-то потрясающее. Если кто-то не знает, то вот вам рассказываю, что этот гриб съедобный, он очень вкусный. Вот когда меня первый раз этим грибом угостили, я подумала, что это куриная грудка. Вот стопроцентно. И даже когда мне сказали, что нет, это не куриная грудка, вторая попытка тебя, я была очень удивлена, потому что я ничего другого придумать не могла. Что же это такое? А это оказался вот этот вот гриб, куриный трутовик. Вот фотографию посмотрите. Мало того, что этот гриб очень вкусный, он стопроцентно напоминает куриное мясо, он еще очень полезный. Ну и потом это же получается стопроцентный заменитель мяса. И для тех, кто соблюдает диету, может быть даже для тех, кто веганы, вегетарианцы, это просто стопроцентная еда. Но вот, к сожалению, эта девушка, как мы ее не упрашивали, она нам раскрывает свои секреты. Где она находит эти грибы, она никак не хочет. Поэтому вот мы ходим ищем сами по всяким разным лесам, которых здесь огромное количество. Может быть, когда-нибудь мы встретим этот гриб. Но, между прочим, вот сколько я сейчас хожу по лесам, я стала обращать внимание на вот эти трутовики, которых, кстати, тоже огромное количество съедобных трутовиков. Можно посмотреть, погуглить и найти описание этих грибов и как их готовить. А я находила много других грибов разных трутовиков. Вот, в частности, здесь на березах можно встретить также грибчагу, который все знают, потому что он вылечивает, вот раковые клетки убивает и вылечивает людей от рака. Говорят так. Может быть, кто-то знает еще какие-то съедобные трутовики. Но вот я, например, насколько пробовала другие, сама готовила. Лучший из них, самый вкусный, самый нежный, это вот этот вот куриный трутовик. Я также иногда собираю травки, занимаюсь сбором трав. Вот в мае месяце, в начале июня, самое время сбора всяких разных полезных травок лечебных. Вот остановилась. Почему? Показываю вам вот лопух, в частности, который все знают, конечно же. И вот вы знаете, что сок этого лопуха, но только весенний, конечно, уже не такой, как вот здесь. А вот весенние, молодые, вот эти вот листики лопушка, вы их можете из блендера измельчить, выжать из них сок. И вот этот сок по нескольку капель принимают люди и говорят, что он практически заменяет женьшень. Вот сколько нам открытий чудных, да, предстоит еще узнать и увидеть в нашей жизни. И сколько под ногами у нас всяких драгоценных вещей. Есть еще такая чудная травка полынь, которой у нас, например, на юге, в степных зонах очень много. Это просто как сорняк растет, как вы знаете. Вот такая белая полынь. И это тоже, несмотря на то, что она очень горькая, но вот она, если берете часть измельченной сухой травки полыни, часть измельченной сухой соцветия пижмы, и перемалываете также гвоздичку душистую. Все это берете в равных частях, смешиваете. И вот на кончике ножа вы принимаете вот такой вот порошочек. Каждое утро это выводятся все гельменты, все паразиты из организма. Кто не знает, вот рассказываю. Этот порошок нужно пить, по-моему, по утрам натощак, запивая водой. Вот как я его пила на кончике ножа. Ну, вы знаете, он, конечно, такой горький достаточно. Поэтому, вот, например, дочка моя, она делает проще. Она вот приготовляет вот этот вот порошок, все измельчает в кофемолке, а потом она пакует вот эти вот капсулки, знаете, которые можно купить либо на ebay, либо на каком-то другом сайте, а может быть даже в аптеке. Вот покупает вот эти пустые капсулы, заполняет их вот этим порошочком, и потом просто прекрасно эти капсулы, они же створяются сами потом в желудке. И вот прекрасно можно по две капсулки принимать. Уже никакой горечи не будет. Еще полезных, замечательных травок и цветов, и ягод приготовила нам природа. И, к сожалению, вот мы в большинстве утратили все эти познания. А вот раньше, наверное, вы знаете, были такие, в каждой деревне была своя вот такая вот ведунья, как потом некоторые стали называть ведьма. Потом эта ведьма почему-то приобрела вот такой вот негативный смысл. Хотя ведьма – это слово от слова ведать, то есть все знать. Вот ведунья ведьма, она очень хорошо разбиралась во всех лечебных травках и практически помогала всей деревне от любой хвори избавиться. Все эти знания накапливались веками, все эти знания пополнялись, они передавались из поколения в поколение, и была, в общем-то, целая такая народная наука. К сожалению, почему это все было утрачено, вот для меня остается непонятным. Вот вы никогда не задумывались над таким странным фактом, что мы практически, вот славяне, в частности русские, мы же не знаем абсолютно ничего, что происходило раньше с нашими предками, как они жили. Вот почему-то такое впечатление, что это специально кем-то все было стерто и вычищено из памяти и потеряно, наверное, безвозвратно сейчас. Вот сейчас какие-то только слабые-слабые находят упоминания о том, что все эти знахарки, ведуньи, вот все эти славянские боги, бог Перун, я только помню. Но их там, по-моему, вот бог Ра, по-моему, тоже бог Солнца, и тоже очень много всяких богов. Это были языческие какие-то боги. Это все утеряно сейчас. Как так произошло, что утеряно, вот наша русская славянская культура практически полностью утеряна. Вот китайцы, например, свою такую тоже многовековую культуру, они помнят, они ее хранят. Вот этот китайский фарфор, вот как был изобретен китайский порох, у них там, по-моему, много всякого другого. Это все у них сохранилось, это все они применяют, наверное, все эти знания, ну, в частности, по фарфору. Вот и сейчас это все передано уже нашим поколениям. Опять же, возьмите, вот Египет, вот этих всех жрецов египетских, там есть папирусы, там тоже какие-то древние письмена, что-то рассказывают об их культуре. Может быть, конечно, не все еще там, они смогли, наука смогла расшифровать, но тем не менее, это все есть и сохранилось. А вот давайте вспомним, что сохранилось от нашей славянско-русской культуры. А ведь ничего. А что, разве наши предки были глупее других? Разве они не имели письменности? Почему так произошло? Вы никогда не задумывались над этим? У нас ведь сейчас, если что-то и осталось от древней русской славянской культуры, то это вот наши сказки, какие-то предания. Вот смотрите, в сказках «Живая вода», «Молодильные яблоки», «Мертвая вода», вот эти все меч, кладунец, камень, который рассказывал, пойдешь направо, пойдешь налево. Вот эти все сказки, они же в себе таят, наверное, что-то такое, что было именно тогда. Ведь каждая сказка, в каждой сказке есть доля истины, как говорится. И каждая сказка была придумана на основе того, что было тогда. Бояга летала на ступе, что был ковер-самолет, и скатерть-самобранка, и были такие какие-то дудочки музыкальные, которые заставляли людей спать. Вот представляете, это мы только сейчас можем в сказках слушать. А ведь это, наверное, откуда-то взялось. Ведь, наверное, это кто-то где-то видел. И поэтому вот это до нас дошло только в преданиях. И Баба Яга в котелке все время какие-то зелья варила. Помните, из сушеных лягушек, из мышек, из травок. Разные зелья, приворотные, отворотные. Это же вот тоже не просто так. И вспомнить животных, например. Вот смотрите, кошки, собаки домашние давным-давно живут с человеком, живут в доме его, среди людей. И ведь они все равно не утеряли вот эту вот свою способность. Если вдруг они чувствуют себя неважно, плохо, если они чем-то отравились, они идут и лечатся травками. Вы, наверное, замечали, видели, что кошки едят травку специальную какую-то лечебную, собаки едят травку лечебную. Они так себя излечивают сами. Для меня это просто феноменальный такой момент, необъяснимый. Как они могли сохранить в памяти своей вот эти животные, что именно какую травку нужно кушать, и что именно они вот таким образом вылечиваются. Как была сохранена вот такая вот память у этих животных, которые давным-давно оккультурились, одомашнились. И откуда бы, кажется, им взять эти навыки. Сколько еще загадок вокруг нас, сколько нераскрытого, сколько непознанного, сколько забытого, которое, может быть, ждет кого-то, чтобы все это поднять опять и применять, и использовать. И не нужно будет всех этих химических таблеток и химических лекарств, которым сейчас пичкают все народонаселение нашей планеты. Мне кажется, вот пошли не по той дорожке поколения людей. Не по той дорожке мы пошли. Хотя бы возьмите опять же тот же пенициллин, который сейчас все знают и все применяют. А ведь пенициллин, это же плесень, это же опять природная вещь. Да? Как интересно. А возьмите, например, все эти яды, которыми наконечники стрел вот эти вот племена африканские сейчас смазывают. И это яд курару, например, дерево такое тоже, знаете, используется. Он убивает мгновенно. Но вот это вот все у них осталось в их культурах. Почему не осталось у нас? Меня этот вопрос не перестает удивлять и волнует. Я не нахожу ответа. Может быть, вот интересно, кто-то из вас что-то по этому поводу знает лучше, чем я. Мне бы хотелось услышать. Что вы думаете по поводу того, почему вот такой огромный пласт именно нашей славянской и русской культуры был утерян окончательно и бесповоротно и практически стерт из нашей памяти? Что вы думаете по этому поводу? Как будто это было сделано специально. Как далеко меня занесло в моих рассуждениях и размышлениях вместе с вами, когда я гуляла по лесу. И вот я с вами поделилась своими мыслями по этому поводу. Очень много вопросов. Интересно все-таки, что у вас, может быть, есть какие-то свои видения этих моментов. Может быть, вы видите это по-другому. Вот, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете. Мне всегда интересно послушать ваше мнение. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok